Вредно ли тужиться, когда писаешь? Да, опущение стенок влагалища, ректоцелия, цистоцелия, опущение шейки матки, геморрой. Это все то, что женщина себя вытуживает. Поэтому я за то, чтобы женщины, конечно же, чем меньше в их жизни приходилось им тужиться, тем лучше. Что касается родов. В родах не тужиться надо, в родах надо расслабляться. Именно этому я учу девчонок на курсе «Здоровое желание» и на легких родах. Я, когда девчонки приводят ко мне заниматься интимной гимнастикой, почему интимная гимнастика? Потому что она помогает женщине не только подтянуть там все мышцы вверх, поднять все, здоровый тонус и при этом хорошее кровообращение, что очень помогает сделать мышцы эластичными. Что очень помогает делать мышцы подвижными, то есть незабитыми. Интимная гимнастика – это не тот спорт, который делает мышцы грубыми или как это, которые негибкие. Это не бодибилдеры, которые ходят и вот они такие все надутые. Это про гибкость. Многие женщины умеют напрягаться, но они не умеют расслабляться. Я в первую очередь своих учениц всех учу, да, с помощью тренажера видеть, да, вот это твое расслабление, вот это твое напряжение, почувствуй разницу, запомни это и воспользуйся этим в родах, в том числе. В родах не надо тужиться. В родах тужиться нужно женщинам только потому, что у них неудобное положение тела. Они рожают в неудобном положении тела, лежа на спине. Это, конечно же, приводит к тому, что им приводится дополнительно тужиться. Я учу девчонок в родах на курсе «Здоровое желание» правильно все делать. Так, чтобы это было именно комфортно для женщины, чтобы это было комфортно для малыша, который рождается. Вот. Эти знания нужны каждой женщине. Если они вам нужны, приходите, я вам щедро их передам и все у вас будет хорошо. Еще маленькую романку обязательно вставлю касательно тужица и запоров. Женщинам, которые страдают запорами, вот они очень часто тужатся. И это действительно очень негативно сказывается на их мышцах тазового дна. Поэтому, девчонки, снова-таки по отзывам моих учениц с курса «Здоровое желание» хочу сказать, что все, как одна, говорят, что стабилизировался стул. Перестала потребность быть в том, чтобы тужиться. В общем, кишечник работает как часы. Это все благодаря хорошему кровообращению, благодаря тем знаниям и практикам, которые я даю девчонкам, тем дыхательным, практикам, массажам, которые они делают своим внутренним органом с помощью тех знаний, которыми я им передаю на курсы. Поэтому, если у вас есть такая проблема, и вы не хотите в будущем себе никаких проблем по-женски, хотите, чтобы вы были здоровенькие, красивенькие там и оргазмичные, просто-напросто придите и получите те знания. Один раз вы приходите, и на всю жизнь у вас есть знания, которые вы уже дальше передаете своим дочерям или своим свекровь, невесткам. У меня просто я всегда буду тещей, у меня две дочери, я тут запуталась, и своим невесткам, ну, если они у вас будут или есть. Шкажала так, шкажала, умею, могучая женщина. В общем, самую главную мысль вы поняли и услышали, да? Берегите свое здоровье с молодой, не тушьтесь просто так, и девчонки, учимся расслабляться. Это большой помощник нам, женщинам во всем, и в сексе, и в родах, и в повседневной жизни. Понимать, где ты напряжена, где ты расслаблена. И все это очень четко, уметь в любое из этих состояний выходить. Потому что любое из этих состояний очень нужно. Да.